40 дней. Ровно столько нам остается ждать лето. Почему же наступление долгожданного теплого сезона несет определенные сбои в организме и чем это чревато? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас очень интересная тема. Мы готовимся к лету. А дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Светлана Урнова, заместитель главного врача по медицинской части городской больницы 10, врач-терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Владимировна, не случайно мы с вами договорились, что поговорим именно на эту тему, потому что вас как врача, врача-терапевта очень беспокоит, с каким запасом сил подошли мы сейчас вот к летнему сезону. Ну а, собственно, что такого летний, зимний? Собственно, какая разница? И что произошло-то с нашим организмом после зимы? Ну, зима сама по себе подразумевает под собой ограничение движений, замкнутость в пространстве в неком. Однозначно, что малое количество солнца, меньшее количество воздуха, а в последующем переход к весне, он подразумевает изменения не только порядка в виде жизни, но в том числе. Это однозначно колебания температуры, это однозначно в том числе колебания атмосферного давления, которые в любом случае сказываются на организме, а в какой степени они сказываются, чем больше возраст. И чем больше хронических заболеваний, соответственно, тем больше негатив вот этого перехода отражается на организме. Конечно, это тяжелый период, зачастую для пациентов уже большего возраста и с большим количеством заболеваний. Но нужно предупредить, что и молодых людей в том числе, которые склонны, предположим, к колебаниям артериального давления, еще к каким-либо заболеваниям, которые могут в этот период обостриться, то уже обратить наибольшее внимание на свое здоровье именно в этот период перехода. Ну, с учетом того, что сейчас у нас у каждого что-то есть, то стоит задуматься. Но самое главное, что мы информированы, у нас есть время, поэтому будем готовиться. И вот, к примеру, человек решил, что все, с завтрашнего дня я буду вести здоровый образ жизни, но это, как правило, спорт, диета, отказ от вредных привычек. Это все, что мы должны делать, и после этого наступит нам счастье. Ну, во-первых, не надо делать это все резко, нужно начинать потихонечку. Как правило, в особенности женщины, они решают сразу привести себя в форму за короткий промежуток времени, зачастую непосредственно перед началом лета, в том числе купального сезона. Все это нужно делать осторожненько, не резко, потому что резко – это всегда плохо. Физическая активность однозначно нужна, и наращивать ее после той же зимы нужно потихонечку. Ну, а кроме всего прочего, не забывайте в это время следить однозначно за параметрами организма, потому что главный принцип всегда остается – не навреди. Для того, чтобы вот такая интенсивная подготовка своего тела к лету не перешла в какое возникновение заболевания. Соответственно, однозначно нужно в том числе при начале каких-то физических болев, более активного физического напряжения, однозначно нужно. Поизмерять артериальное давление. Если кто уже знает свою предрасположенность, там, предположим, были колебания сахара, еще даже если не перешедший сахарный диабет, однозначно контролировать сахар. И прочие-прочие вещи, у каждого есть свое слабое место, зачастую человек уже о них знает. Я надеюсь, благодаря тому, что он раньше проходил осмотры, хотя бы какие-то профилактические, предупрежден об этом. Соответственно, он должен за этим следить в обязательном порядке. И именно в этот период болит тщательно. Вот мы живем уже не первый, к сожалению, год в условиях пандемических на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Ну, на сегодняшний день есть информация, что чуть-чуть снижается, но уже никто не расслабляется, да, все научены горьким опытом. Так вот, весь этот период, который связан с коронавирусом, не прибавил, я так думаю, здоровья-то населению нашему? Конечно, нет. Любое заболевание какое бы то ни было, в том числе, конечно, инфекционное, оно урон организму приносит. Но сейчас нужно сказать, что сравнить с начальными периодами лучший этап. Если сравнить это с 20-м, с 21-м, во-первых, мы перестали бояться, мы научились диагностировать, мы научились лечить, а самое главное, мы научились предупреждать. В том числе, естественно, вакцинации. Все в совокупе. Вот если взять наш уже имеющийся, ну, городская больница здесь имеет с самого начала амбулаторный опыт лечения, а что касается стационарных условий, то в течение года, то мы можем сказать, что сейчас, во-первых, еще раз повторяюсь, научились лучше диагностировать, лечить и профилактировать, главное. А в том числе, если сказать по состоянию, который наносит вот вред, ну, в первую очередь, наверное, здесь даже не возникновение новых заболеваний как таковых, а именно декомпенсации имеющихся. То есть, как и любое другое заболевание, ковид в первую очередь, оно вызывает декомпенсацию в первую очередь гипертонической болезни, сахарного диабета, любых других болезней системы кровообращения, прочих-прочих, эндокринной системы неперечисленных. Ну, какие бы то ни было, зачастую они обостряются, поскольку для организма стресс, он отдает себя на то, чтобы победить этот вирус, и, соответственно, декомпенсации других в первую очередь. Ну, из прочего, конечно, дыхательная недостаточность, которая имеет место быть, в особенности у лиц, которые перенесли ковидную пневмонию, вирусную пневмонию, так называемую, у которых захвачен был достаточно большой объем легких поражений. В особенности это первые дни. Происходят после выписки, который человек, у него еще сохраняется страх, в особенности у кого была дыхательная недостаточность. Затем, что будет дальше? Ну, уже наша имеющаяся практика показывает, что такая категория пациентов затем достаточно хорошо компенсируется, наш организм обладает колоссальными возможностями компенсаторными. Самое главное – успокоиться и идти ровно дальше. И потом происходит компенсация вот имеющейся дыхательной недостаточности. Люди приступают к работе, зачастую даже те, которые имели 70% поражений легких. И все восстанавливается, и человек возвращается к нормальному ритму жизни. Светлана Владимировна, а вы в течение года работали, ваше учреждение, как ковидный госпиталь, правильно я понимаю, да? Да, в стационарных условиях. Вот сейчас для ваших пациентов возвращаетесь вы уже к нормальной работе или полностью все еще пока мобилизовано? Сейчас стабилизация, которая позволила нам оставить минимальный объем, вот то здание, которое у нас было запущено, основной под ковид полностью с реанимацией, оптимально приспособлено для того, чтобы оказывать пациентам этого профиля медицинскую помощь в стационарных условиях, оно оставлено. Минимализировано количество коек, то есть у нас имеется достаточный запас коек на случай, если даже будет какое-то вот ближайшее время умеренное повышение. А мы сейчас имеем возможность вернуться как к другим профилям. Мы открыли терапевтическое отделение, долгожданную неврологию, которую ждали наши в том числе плановые пациенты. Ну, практически открыто. Хирургия у нас так и оставалась. Все это специализированная помощь полностью, она как бы оснащена всем необходимым. То есть открытие ковида не как не произошло за счет ущемления каких-то других специфик, которые мы сейчас возобновляем работу, поскольку все это было дополнительная поставка оборудования всего необходимого, в том числе и аппараты ВЭЛ и прочее, прочее, прочее. Поэтому мы, собственно, сейчас вот по профилям, которые я перечислила, в стационарных условиях возобновили полноценную специализированную помощь. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Светлана Урнова, заместитель главного врача больницы номер 10, врач-терапевт. А мы говорим о том, как не пропустить какие-то серьезные признаки, заболевания и подготовиться к лету, чтобы провести его замечательно, в силах, в здоровье. И, Светлана Владимировна, вы сказали, что вы научились профилактировать, когда мы говорили о ковиде. А сейчас в связи с неким снижением заболеваемости, чего уж греха таить, расслабились мы все и профилактироваться нам не хочется. Поэтому я хотела вас спросить, все-таки есть ли смысл сегодня думать о вакцинации, о ревакцинации на фоне вот этого снижения? Или подождем пока вдруг чего дальше будет? Однозначно думать именно сейчас. Потому что, что касается ревакцинации, вакцинации, если кто не дочаялся до этого, да, то еще все боялся, то ее нужно делать именно в период спада. Чтобы организм был подготовлен, во-первых, к новой вспышке, которая, возможно, будет, поскольку вирус продолжает модифицироваться. А антитела, которые вырабатываются при вакцинации, они действуют, как бы он не модифицировался, они действуют. Но организм так устроен, что он не держит постоянный вот объем антител. Мы, как люди, которые стоим на переднем крае, постоянно как бы себе, в том числе на себе, как бы это все просматриваем. Мы обычно смотрим количество антител. У нас какое количество сохраняется после вакцинации, после как-то там двух месяцев, после трех месяцев. И мы вам уже по своему опыту можем сказать, что оптимальное время ревакцинации – это через шесть месяцев после проведения предыдущей. Это оптимальный срок. Впереди лето. Больший объем движения, общения, расширение круга людей, с которыми вы будете контактировать. Мы все устали сидеть зимой. Это однозначно подразбивает, что как бы большая опасность получить новый, как бы, этап вспышки, соответственно, нужно не испортить себе лето, подготовиться к нему. Однозначно повысить свой иммунитет именно сейчас, пока не наступила жара, пока не пошел подъем. Как раз пока стабилизация – это оптимальное время для того, чтобы провести сейчас ревакцинацию. А давайте уточним про переболевших, которые тоже через полгода хорошо бы им вакцинироваться, ревакцинироваться. Но некоторые же болеют достаточно долго, лежат долго в больнице. Вот эти полгода считается, с какого момента? С момента выписки или с момента начала заболевания? Ну, вот что касается переболевших и в такой тяжелой форме, то тут, конечно, все индивидуально. Потому что даже выделение вируса, как таковое, как тот, который поддерживает иммунитет, оно у людей бывает абсолютно разные сроки. У кого-то через три дня уже не выделяется, его нет, а у кого-то это выделение продолжается. Три недели наблюдаем, несмотря на приемы противовирусных, он как вот сроднился с организмом и сидит с ним. У него, получается, не хватает иммунитета для того, чтобы побороть. И как бы они друг друга не мешают. Но при этом этот человек, он крайне как раз является опасным в плане эпидситуации, что он будет заражать окружающих. Конечно, у единичных людей, у которых вот это все протекало в тяжелой форме и прошло полгода, там уже можно с доктором это решать. Это, как правило, бывают пациенты с хронической патологией сопутствующей. Здесь просмотрится в том числе по обострению вот этой имеющейся хронической патологии на момент, по выраженности декомпенсации, если такова имеется. Вот этим единичным людям обычно доктор решает в индивидуальном порядке. Участковый врач, он посмотрит параметры, тем более, что у нас через полгода эти люди должны в обязательном порядке пройти обследование, о котором мы в последующем, может быть, скажем, углубленное. И уже параметры, по которым вот ему покажут, что на сегодняшний день имеет место быть. И доктор подскажет, вот сейчас бегом бежать, или все-таки он такой особенный, индивидуальный, которым именно его он скажет еще подождать месяц. Ну и закрывая уже тему коронавируса, несмотря на то, что микрон все-таки полегче было течение, несмотря на то, что сейчас снижение заболеваемости, продолжают уходить пациенты? Теряете их? Зачастую сейчас теряются пациенты, которые имеют большую, как бы, другую патологию. И ковид является вот тем вот как раз вот довеском, который декомпенсирует, как я уже и говорила. То есть имеется куча сопутствующих патологий. У нее, как правило, букет. И вот ковид, он именно декомпенсирует эти заболевания, он как бы является добавкой. И на фоне ослабления организма прогрессирует даже такой вот, как омикрон. Вот сейчас везде в поликлиниках открыта диспансеризация, возобновили ее. Является ли это хорошим таким подспорьем для нас, для всех, как раз подготовиться к лету, не пропустить какие-то опасные, может быть, признаки заболеваний? Однозначно является. Это колоссальное подспорье. У нас есть такая прекрасная возможность, которую люди, не понимая того, не пользуются. Ну вот сейчас еще, извините, не такой, не дачный сезон, да, еще не такая погода, чтобы там, ну, как бы переключиться на другие такие долго ожидаемые наши мероприятия. И не так страшно в поликлинику идти. Да, и не так сейчас как раз. Тем более, что для проведения диспансеризации все-таки до сих пор продолжают выделяться отдельные площади, которые не смешивают никаким образом потоки с больными, уж тем более с больными вирусной инфекцией. Кроме всего прочего, определенные там и часы, и возможности, и время. То есть не нужно даже ни предварительной записи. Можно просто прийти, вот, например, в 10-й городской больнице, это медицинская осень. И выделить субботние дни, пожалуйста. Приходите к восьми утра, работающие, уважаемые, и вам приведут тот минимальный объем, который вам поможет, по крайней мере, успокоиться на ближайший период о том, что у вас нет того, другого, третьего. Но есть там ажиотаж, что у вас? Нет, ажиотажа нет, идет ровный поток, а уж в субботу он вообще не такой большой, для того, чтобы там не будет периода ожидания, что желательно, желательно прийти в первой половине дня натощак, потому что мы сразу возьмем кровь для того, чтобы к человеку не ходить дважды. Очень удобно, конечно. А это очень удобно. Он приходит, у него в этот день пока обслуживаются все. Рассчитано так, что если вдруг придет большое количество людей, придут на помощь другие, потому что мы этих людей очень ждем. Вот одним из непременных этапов диспансеризации является прохождение флюорографии. А такое ли уж оно вот необходимо это обследование? Однозначно необходимое. Вот сейчас как раз период ковида показал необходимость этого обследования. Когда человек поступает с коронавирусной инфекцией, а у него при проведении компьютерной томографии и рентгенологического исследования находится другая патология, которая вот выявление именно в этот момент заболевания, это меньшее условие для лечения. А если бы оно было выявлено на ранних этапах, не тогда, когда он заболел еще другой тяжелой патологией, то, конечно, лечение было бы гораздо легче и заняло бы меньше период времени. Ну, и когда мы делаем флюорографию, мы же смотрим легкие, правильно? А какие угрозы легким? Это рак легкого, да, это туберкулез. И вроде как бы это где-то у нас там все достаточно благополучно или нет? Я не могу сказать, что это неблагополучно. Вы знаете, сначала в отношении туберкулеза, как социально значимого заболевания. Что касается вообще уровня заболеваемости, то я могу судить по своему прикрепленному населению, а мы все время это прослеживаем. И благодаря четкой работе протестива туберкулезного диспансера, который это систематизирует, там каким-то образом всю эту статистику ведет, и мы за своими наблюдаем однозначно, за впервые выявленными. Сейчас нет превышения вот того целевого уровня, который мы боимся превысить, когда сказать, что вот все, мы там пришли некую границу. Но однозначно заболеваемость туберкулезом была, есть и остается, и ожидается в перспективе. А вот своевременное выявление, это имеет колоссальное значение. Вот я могу привести один пример, естественно, без фамилии, естественно, без места работы, что когда молодая женщина, причем контактируешь с большим количеством людей, у нее такая специфика работы, участие бывает оно официальное, участие неофициальное. Вот как раз у кого она бывает неофициальное, и когда не заставляют проходить периодические осмотры, то в далеко запущенной стадии, чуть ли не с распадом, и когда она каким-то образом умудрялась не проходить тюрографическое обследование. Для нее это будет иметь большие последствия, поскольку если бы она на начальном этапе все это выявила, то лечение бы заняло гораздо меньший объем и времени, и, извините, нагрузки на организм. Что касается рака легкого, что однозначно сейчас это не то заболевание, которое занимает наибольший процент по заболеваемости среди онкологических, но оно остается в числе лидеров по причине смерти среди онкологических пациентов, в особенности трудоспособного возраста. Вот буквально анализ, который мы же всегда анализируем смертность, что происходит, что мы можем сделать для того, чтобы как бы ее уменьшить, чтобы сохранить жизни людей. Вот анализ за первый квартал этого года, уже текущего, он показал, что вот, например, у нас рак легкого как причина смерти среди онкологической патологии. Выходишь, вышел даже на первое место. Хотя в общем объеме заболеваемости он занимает всего 4-5 процентов. Поэтому на флюорографии все идем. Флюорографии сейчас замечательно. Зачастую стоят цифровые аппараты. Маленькая нагрузка лучевая, если мы ее боимся, она однозначно маленькая. Прекрасная разрешающая способность выявиться там. Вот однозначно, если там имеются перечисленные заболевания, флюорографии их покажут. Давайте мы сейчас прервемся на минутку, узнаем, какие события произошли в медицине, в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. Более полутора миллионов жителей Самарской области привились от COVID-19. Повторно вакцинировались почти 500 тысяч человек. Специалисты утверждают, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку. Завершается строительство нового инфекционного корпуса областной детской инфекционной больницы. Строится новая поликлиника в поселке Волгарь. Запланирован ремонт областного кардиодиспансера. Кроме того, идет реконструкция нефтегорской центральной районной больницы. Старейший реабилитационный центр региона отмечает 25-летний юбилей. Ежегодно там проходит реабилитацию около 400 детей. В учреждении есть специальные выездные бригады для помощи пациентам из отдаленных районов. Более 15 тысяч жителей региона прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19. Программа рассчитана на выявление постковидного синдрома. У 24% пациентов выявили нарушение состояния здоровья, связанное с перенесенным заболеванием. Несколько жителей Самарской области уже пострадали от укусов клещей. Случаев энцефалита и боррелиоза не зафиксировано. В регионе от клещей обрабатывают скверы и парки. Светлана Владимировна, мы говорим о диспансеризации. А вот почему именно, исходя из чего, именно этот набор обследований и специалистов входит туда, а не какой-то другой? Для того, чтобы создать этот набор, сначала проводились большие статистические исследования, анализы. Для того, что имеет смысл проводить какое обследование, хотя бы то минимальное, которое позволит выявить наиболее опасные заболевания, которые ухудшают не только качество жизни, но и сокращают жизнь людей. То есть, в первую очередь, идет на выявление заболеваний, которые являются на сегодняшний день основной причиной смерти. И на выявление факторов риска этих заболеваний. Для того, чтобы их диагностировать на начальном этапе. То есть, на том этапе, когда человек что-то может сделать для того, чтобы продлить жизнь как минимум и улучшить ее качество на долгие годы как максимум. Ну, например, холестерин всем известный, да? Тоже, по которому мы говорили, флорографическое обследование. Глюкоза крови. Это как раз те обследования, которые необходимы человеку ежегодно проходить. С прошлого года, с июля, если я не ошибаюсь, введена еще одна разновидность диспансеризации. Это для тех, кто перенес коронавирус. Ну, это все продолжается, да? И там есть какие-то отличия. Да, однозначно отличия есть. Это так называемая углубленная диспансеризация. Она, то есть, проводится первый этап общий, как для всех. А в последующем человек может, либо который имеет официальное подтверждение ковида, либо он считает, что он перенес, даже если у него не было высиве, он пишет заявление о том, что я считаю, что я перенес ковид, и приведите мне углубленную диспансеризацию. Туда входит то обследование, которое показывает, имеются ли в настоящий момент изменения в организме после ковида, которые угрожают развитию катастроф каких-либо, в первую очередь сосудистых, что мы боимся. Ну, то есть, туда входят такие обследования биохимические, в первую очередь крови. Если человек переносил пневмонию, то однозначно додимеры. Еще недавно мы додимеры делали в минимальном объеме, а вот с эпохой ковида, мы его даже включили, вот в углубленную диспансеризацию они были включены, они очень помогают скорректировать как бы те лекарственные препараты, которые он либо уже принимал, либо необходимость их срочного введения, для того, чтобы не возникло тромбообразование. А додимер вообще что показывает? Ну, додимеры показывают свертывающую систему, что сейчас катастрофа есть. Иногда, причем, вот мы уже на своем опыте можем сказать, абсолютно даже первоначальные осмотры, минимальные клинические исследования не показывают это, что катастрофа началась в организме. А вот когда мы делаем додимеры, и потом предвзятые уже тоже компьютеры, если мы увидим большие додимеры, мы будем искать причин, если где-то уже там локальные проявления. Это уже как бы критерий того, что нужно запускать тяжелую артиллерию для того, чтобы, если тромбы начали образовывать, их убрать, либо не как бы убрать условия для их образования. Светлана Зимировна, вы рассказывали о девушке, которая обнаружила на флюорографии, что заболевание уже прогрессирует во все. А вообще есть примеры, как много эффекта дала диспансеризация, обнаружились ли какие-то заболевания, или все-таки, ну, это так, ну, сдали и ладно. Однозначно эффект есть. Эффективность, да, какая-то. Самое главное, что чем, как бы, новые люди, которые не проходили длительное время осмотры, от когорты зависят и выявления. Ну, учитывая, что зачастую, как бы, люди более приверженные за тем, чтобы смотреться, имуличник проходит чаще и вот как в положенный срок, то есть профилактический осмотр ежегодно, а диспансеризацию раз в три года, то в среднем, вот, у нас в 18% примерно выявляется какая-либо патология. Ну, предположим, если брать прошлый год, мы выявили около 500 лиц, благодаря проведению диспансеризации, у которых впервые выявлена была болезнь системы кровообращения. В первую очередь, конечно, это гипертоническая болезнь, какие проявления атеросклероза. Ну, и вот, например, такая не совсем большая, но значимая цифра, 52 человек, у 52 людей, среди прикрепленного только к нам населения, которому проявили диспансеризацию, диспансерный осмотр, точнее сказать, был выявлен впервые сахарный диабет. Аномия, с которой зачастую люди ходят и как бы, ну, что-то я себя плохо чувствую, что-то я себя плохо чувствую, что-то как-то я устал, а на самом деле там аномия, и причем такие иногда бывают даже глобальные цифры снижения гемоглобин, требующие срочной коррекции, когда человек без введения лекарственных препаратов никоим образом сам не скомпенсирует этих показателей никакой пищи. Я каждый раз не успеваю спросить у докторов, которые приходят к нам в студию, а вот наряду с диспансеризацией еще же идут профосмотры. И если я правильно понимаю, профосмотры идут на тех предприятиях, где это требуется, да, то есть не всех же работников отправляют. Нет. Здесь есть два понятия. Одно профилактический осмотр, а другой периодический. Это абсолютно разные понятия. Профилактический осмотр, его должен проходить любой человек раз в год. То есть в то время, когда ему не попадает то счастливое время раз в три года, когда он проходит диспансеризацию определенных взрослого населения. Она поэтому и называется определенных групп, поскольку там идут определенные взрослые категории. То есть профилактический, ежегодный, включает в себя тот минимум, который как раз мы проговаривали, который должен пройти каждый человек ежегодно. Ну, хотя бы даже, что глюкозу, крови, холестерин. Женщина, осмотр гинеколога. А вот что касается диспансеризации определенных групп взрослого населения, тут уже берутся, добавляются такие обследования, которые, ну, показаны хотя бы для проведения раз в три года, как минимум, чтобы их провести. Ну, Светлана Владимировна, вас послушать только и будешь ходить на осмотр. Ну, почему раз в год, а потом раз в три года и все. Ну, что такое раз в три года? Ну, это же вообще ни о чем. А раз в год, это же займет один день вашей жизни в году. Ну, и в завершении уже, если сможете коротко ответить на вопрос, мы очень любим весной предполагать, что у нас у всех авитаминоз, и дай-ка попьем витаминчиков. Я вот тоже в этой категории людей. Сразу уколы, сразу что? Вот что скажете об этой нашей страсти? Ну, вообще, медики, они все как бы перестраховщики, консерваторы, поскольку они много всего насматриваются. Вот лично вы спрашиваете мое мнение, и я не сторонница этого. Нужно к этому подходить выборочно. Кому-то, например, мы рекомендуем витамин Д, в особенности человек, если выходит из ковида, да, мы ему рекомендуем витамин Д. Кому-то, особенно у кого преобладает там неврологическое, кто, извините, употребляет, злоупотребляет алкоголем, витамины группы В. Потому что бездумный прием общего комплекса, особенно БАДы, я их категорически не сторонница этого, поскольку никто не отменял гипервитаминоз. Ну, то есть в любом случае все-таки нужно посоветоваться. Светлана Владимировна, я благодарю вас за участие в программе, надеюсь, что наши с вами воззвания услышаны, и сейчас все пройдут обследования, пройдут диспансеризацию и будут беречь свое здоровье. Спасибо. Спасибо. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»